Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о турбо-жигулях. Но для начала я озвучу для многих банальные вещи, просто мне необходимо их озвучить, чтобы подвести вас к той проблеме, которую я на днях обнаружил. Вопрос простой. Что влечет за собой постановка турбины на обычный атмосферный вазовский шестнарь? И ответов на него много, но я хочу поговорить о топливной системе. Чем больше воздуха вы можете за счет турбины запихать в цилиндры, тем больше топлива необходимо для образования нормальной топливно-воздушной смеси. Для этого, соответственно, устанавливаются форсунки и насос большей производительности. Итак, в стоке на вазовском инжекторе стоит топливный насос производительностью 60 литров в час. Конкретно на этих жигулях сейчас стоит насос производительностью 230 литров в час. Исправный стоковый насос потребляет не более 6,5 ампер. Тюнинговый насос могут потреблять до 15 ампер. Конкретно этот, по нашим замерам, потребляет 11,5 ампер. И вот сейчас мы уже подошли к той проблеме, которую я обнаружил. Из моих коротких роликов вы могли видеть, что я сейчас занимаюсь переделкой салона. И вот на днях я запустил автомобиль. И, ну не знаю почему, просто решил потрогать блок реле предохранителей. Реле и предохранитель бензонасоса, и провода на них моментально нагреваются, буквально через 2-3 минуты работы двигателя. Как бы то, что реле греется, это нормально, но оно греется не до нормальных температур. И за время коротких передвижений предохранитель превратился в желейного медведя. А связано это с тем, что в стоке сечение проводов не рассчитано на насос такой производительности. И лечить мы это будем с заменой провода до самого насоса и установкой более мощного реле предохранителя. Вы можете задать резонный вопрос, почему я сразу не заметил эту проблему, ведь я все это здесь собирал, и я вам на него отвечу. У меня была задача поставить турбошестнарь на Жигули, и чтобы ее упростить, я решил купить готовый проект. Я купил тренажку на турбошестнаре, которую просто намотали на столб. И, соответственно, и моторы, и насосы, и проводка, и мозги, все это было с того автомобиля. Так как он как-то ездил, я не обратил на это внимания. Эта проблема несложная, я ее быстро устраню, но это касается не только Жигулей. Если вы решили доработать свой автомобиль, и решили поставить топливный насос более высокой производительности, вам стоит обратить внимание на его подключение. Всем спасибо за просмотр. Пока.